всем привет сегодня планирую чистку бойлера такой вот есть термикс 50 литров в зиме почистить его хочу снять промыть с кислотой с лимонной сантен два года стоит в запасах старый шланг чтобы ведрами тут не сливать не мелькать с ведрышками навернул его сумочкой и унитаз сливать его спокойно пусть сливается так только надо гаечку ослабить одну не все пойдет а так вакуум будет он не сольется вот он просто воздуха по вакуума чтобы не было еще можно смело снимать а сливается с подачи холодной воды но все у меня на улице кисеть буду на улице в дальнейшем хочу сделать чтобы не заниматься вот этой фигней больше вот она у меня да вот так было наверно то сюда мы заворачиваем да даже можно тот же шланг папа мама водяной вот эту вот папу сюда как я сливал также заворачиваем сюда папу в общем я хочу пропустить через циркуляционный насос а сюда вот тоже шланг за циклить зациркулировать его через циркуляционный насос отопления а просто возьму отдельно насос для этого дела какой-нибудь слабенький тазик бросил кипяток два конца заборных от насоса но заборный выход с более и кипит в кипяток лимонной кислоты и пополоскала часик другой все что он не снимать следующий раз это же очень неудобно все это делать прополоскала кислотой и все сейчас я первая ревизия просто он два года как поставили его не снимал первой ревизии посмотрю все когда-то мы делаем первый раз первый раз в разбирать можно было вот эти вот болты полностью вообще не отворачивать они вот они как заходят туда и ну то если вы поняли вот они вставляются и вот так вот хлоп фиксируется в паз входит все то не проворачиваются неудобно и так откручивать можно было вообще нет мы вынимаем сантенн вот антенн и анодик сейчас мы это все помоем кислоте замочим и почистим сам бойлер промоем грязно конечно сам-то мне не совсем а вот анод вон какой видите уже подхватка как родная вот она все нормально поменяю сразу и а здесь старая вот силиконовая она тоже неплохая в принципе еще поменяем раз уже залезли но и анод поменяем он какой страшный вот его поменяем тоже на но это все замочим кислоте пускай отойдет еще и промоем саму полость внутри лимонка творит чудеса кислота он сам очищается уже становится чистенький а вот анод надо замочить я подумал не буду его менять вот он новый вот он старый сейчас мы тоже вот так вот помоем не все в лимонке по получим и он будет чистенький уже очищать еще пускай там киснет реакция сразу пошла забулькала сейчас очистится до поставлю одно место обратно прохладка то кстати можно было не брать вот ее помыл который стоял а вот но такая же поставлю старая тоже она реакция как идет лимон очка работает ладно пусть киснет аж закипела все вот это да лимонка очищает само собой очищается чистенький но сейчас она помоется по получится но все на месте греется но больше его снимать не буду включу при приспособлю циркуляционный насос и буду полоскать с кислотой грязи немного кальция прямым именно кальция так немножко греть грязь было ну потому что торфяная водичка ладно оставайтесь с нами всем пока пока а а Продолжение следует...